Итак, всем привет! Это новая рубрика, у нас будет симулятор. Вот продолжение будет в самолетах еще. Сейчас мы играем в дальнобойщики. У нас реальный руль, реальные педали, газ-тормоз, все дела, коробка передач механическая, сегментная. Сейчас я проверю, как идет запись. Запись идет вроде бы, показывает 30 фпс, но там посмотрим. Графика более-менее средняя такая. Вот, я уже прошел первую миссию, довелся груз тут на небольшое расстояние. Получил совсем немножко денег. И вот нам показывают наш новый гараж, точнее наш первый гараж. Это обычный гараж, он не особо просторный, но для начала сойдет. Ну то есть сюда можно, наверное, две машины поставить, ну или хотя бы одну. К сожалению, вам еще нечего тут припарковать, поэтому вокруг так пусто. Заработав достаточно денег и купив свой личный грузовик, вы сможете свободно передвигаться по Европе и даже начать свой собственный бизнес. Ну то есть мы будем нанимать водителей, у нас будет машина, и они будут нам зарабатывать на них денег, а сейчас мы будем работать на такого дяди, у которого уже есть машина. Вот. Вот это я. Так, у нас тут есть музыка. Я еще так сильно не разобрался. Ну давай найдем что-нибудь русское, наверное, пока. Польское радио сейчас где-то будет русское, если не ошибаюсь. Так, радио Киес, радио One, Studio B. Были русские каналы раньше, сейчас список обновился, это последнее обновление по часу не скачал. Не вижу, не вижу. А, вот ультра радио, ультра наше радио, ну, наше радио, это неплохое, давайте попробуем его спустить. 192 килобита и трейд. Да, он таки неплохо. Нет, по-моему, его нету, да? Ну что ж, давайте попробуем ультра радио. Так, интернет у нас есть? Есть. Ну, можем какое-нибудь английское радио найти даже. Каналов, я так скажу, много. Вот он уже начал другой канал искать. Рок, топ, поп. А, показывает, что у нас что-то с интернетом. Ну, я классик послушал до этого. Ну, в принципе, под классику, я думаю, пойдет. Чуть потише сделаем. Или джаз. Давайте джаз, точно. Какой-нибудь джазик. Лучше поэсс и джаз, конечно. Ну, хотя бы какой-нибудь. Ну, вот, и в путь. Вы не можете заниматься своим делом без грузовика. Стоит ознакомиться с сортиментом автосалонов. Или уже посетить не из ваших гаражей. Может, кому-нибудь со свободной колеса. Ну, а пока... Желаете ли ознакомиться с предложениями агентств? Да. Давайте заработаем. Ну, и смотрите. Мы не вкачаны, нам много чего не предлагают. По стоимости выбрано. 3,700 мы можем заработать. Туда это нам ехать? Совсем рядом. В Словакию. Ну, в принципе, что. Актуально один час. Так. Виктория на один час. Будет то же самое. Туда. Мороженое. Повезти мороженое. Давайте мороженое отвезем детям. А, это нам в Акстане, да. Вот так мы в Чешской леску. Давайте возьмемся. Отвезем детям мороженое. Сейчас нам надо будет съездить за грузом. А, или, по идее, нам сразу его тут дают. Сейчас мы на карте посмотрим. Увеличим, увеличим. Мы с грузом, что ли? Мы с грузом, что ли? В принципе, ладно, сейчас. Не помню, какой компания я просто взял. А, я уже с грузом. Не, не доехали. Меня загрузили в этом агентстве. Прямо здесь была работа. Можно было в другое агентство съездить, взять другую работу. Но у нас нет, в принципе, грузовика на чем съездить. Поэтому заводим машину. Давайте отключаем свет. Музыку я, наверное, сделаю потише. Сейчас мы это все отстроим. Нет, это не везет. Настройки. Аудио. Вот здесь есть радио. Потише делаем. Так. В принципе, все. Заводим нашу машинку. Ну и выезжаем. Наверное, я на отдаленном виде, пока выеду. Причем, первую передачу. Немножко даем вправо. А может, нам, кстати, вправо надо? Нет, нет. Я помню, я тут в какой-то компании уже была. Полностью рулевой вернутой. Обратите внимание. Вот такая у нас графичка. Сейчас. Времени сейчас сколько? 10.45. Облачный. Ну все, я думаю, можно уже вид из кабины включить. Сигнал. Все у нас работает. Так, это дворник я тут поставил. А это круиз-контроль. Вот я сейчас нажал на 8 километров в час. Вон, что-то не работает. Благо. Еще свет есть у нас. Освещение, по-моему, буквовое. Не помню. Поэтому что-то... У нас новое сообщение. Как его прочитать, я не помню. Потом вспомню. Сейчас не до сообщения, а на выехать отсюда. Зеркала, в принципе, графичку я настроил более-менее такую реалистичную. Мне нравится. Вот, посмотрите, какая у нас кабина. По позицию водителя можно выставить в настройках. Я, по-моему, подстраивал себя чуть-чуть выше. И так, вниз смотрим. Так, переходим на вторую передачу. Показываем поворот. Смотрим, никто нам не мешает. Куда ты прешь? Поддаем газку. Спорт где-то 25 километров в час. Больше полтинника тут нельзя ехать. Так, ну что ж. Бензин у нас полбака. Не знаю, хватит нам или нет. Сколько у нас денюшек я посмотреть не могу. Вот так вот можно вывернуть из окна. Рулем можно управлять. Наслаждаться видом. Мы вернемся назад. Вот. Уже можно ехать. Включаем первую передачу. Показываем поворот. И едем. Подтормаживает чуть игра. Ну, ничего страшного. Идет запись еще. Очень хочется включить усилитель. Зеркла, кстати, тоже можно отстраивать. Вот мы видим, выезжаем на полсову, с помощью которой мы можем проникнуть налево. Ой, я сейчас включу усилитель. Я не могу. Я не знаю, будет их отдавать, конечно. Но мне очень хочется. Так, здесь просто нужно подъехать, остановиться правила нарушать нельзя. Смотрим направо. Смотрим направо. Смотрим налево. Сейчас выждем момент. Так, смотрим направо. Все это делаю с помощью клавиатуры. Немножко неудобно, но ничего страшного. Мы тут под боком, в принципе. Уезжаем на эту полосу. Так, аварийку я не помню. Где я там вставил? Shift какой-то, по-моему. Ну, ладно. Нам пока не важно. Сигмолот. Так, мы не видим правое зеркало. Его можно, в принципе, активировать. Вот так. Будет удобно. Пусть будет. Вот видите, мы уже разогнались. Я хочу где-то припарковаться. Мне надо включить этот самый. А вот грузовик едет. Даем газку по полной. Турбан-отдувщик у нас тут. Я не посмотрел, кстати, на знаки. Притормаживаем чуть-чуть. Так, смотрим по зеркалам. Вроде никого. Погнали. Переключаемся. Так, вот тут я сейчас, наверное, встану. Тут справа. Включу усилитель, настроил. Ну, вроде так сильно не мешаем. Да, он не сильно громко работает. Единственное, педали у меня не закрепленные. Немного отъезжают. Но то не страшно. Сейчас мы это исправим. Так. Разобраться... Дело в том, что стоять нельзя. Разобраться по панели. Так, вот, кстати, настройка. Зеркал, сиденья, все дела. Так. Не помню, какая-то кнопка у меня была аварийка. Что-то я тут наклацал уже. Это ручник, вот, видимо, включаем. Ну что ж, потихоньку едем. Брасываем скорость. Купирую передачу. Вроде никого слива нет. Можно трогаться. Сейчас мы наберем быстренько скорость. Так, вот тут, кстати, можно включить круиз-контроль. Вот он, круиз-контроль. И мы можем наслаждаться видами. Но при этом не следует отвлекаться. Это длинномер грузовик тут. Все на больших скоростях. Так, скорость 80. Поэтому мы, наверное, будем разгоняться. Пусть контроль включается в педалью газа. Или педалью тормоза. Вот мы опять его включили. Сейчас попробуем его уменьшить. Странные звуки такие. Так, попробуем понизить. Надо переключить передачу. Еще переключим назад. Тяжело ему тянуть. Ну, зато топливо экономится. Вот тут мы можем круиз-контроль уже добавить. Вот этим я не пользовался в прошлый раз. Когда проходил эту игру. У меня есть сохранение даже. Но, наверное, мы начнем сначала. Не будем активировать. Итак, едем. Наслаждаемся. Ребята. Управление руля? Ну, да. Можно сделать. Было бы чувствительность поменьше. Это точно. Я сделал большую ошибку. Я не поставил на охлаждение кулер. И уже 52 градуса. Боже, боже. Я и думаю, что так все плавает. Я бы покурил пол сигаретки. Мне нужно. Делаем такую паузу. Демонстрация где-то есть. Блог Фейсбук. Я не помню, где-то тут демонстрацию я включил. Ну, ладно, пусть так и будет. Она сама включится, по-моему. Демонстрация где-то. Диана. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я вернулся и я придумал, ребята. Я просто одену наушники. Буду все прекрасно слышать. Подниму сейчас себе громкость. Добавил DimaTorzok Так, мы едем. Мы путешествуем, ребята. Симулятор очень интересная штука. В нее надо втыкать. Некоторые скажут, что дороги и дороги. Это еще не только дороги, это пейзажи. Тем более, я всегда мечтал быть дальнобойщиком. Моя мечта осуществилась. Пусть и виртуально. Что ж, я думаю, можно добавить газку. Тут есть определенные сроки, за которые нам надо доехать. Сейчас мы будем это потихоньку смотреть. Сбавим скорость чуть-чуть. Вот так вот где-то. Съедет потихоньку. Так, мы везем оружие на 14 тонн. Так, что-то там пробки какая-то впереди. Пункт назначения острова. Транснет. Вот. Главное, не провтыкать по ворот, кстати. Ожидается понедельник. Вот. Так. Здесь идут... Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. В лес, товарищ, тут один. Потихоньку едем. Так. Осталось времени 7 часов. Когда отдыхать, через 9 часов. То есть мы доедем, мы еще даже отдыхать не будем. На, торопые. Вон, ребята, там. Трудятся. Делают дороги для нас. Дороги тут хорошие, кстати. Так. Можно будет набрать скорость. Давайте дальше посмотрим, что тут еще есть. Давайте включим полное меню, чтобы все видеть. Вот. Так. F5. Это у нас карта. F6. Справка. F7. Вызов. И F8. Сообщений нет. Хотя вроде бы были сообщения. Пишут, что нет. Ну, ладно. Пропустим этот момент. Смотрим еще раз на карту. Можем вот так вот ее сделать. В принципе, пока есть. Можем вообще отдалить. Еще ехать и ехать. Сделаем ее вот такой. Нормальная карта. Потихоньку подгазовываем. Сейчас у нас понедельник. 12 часов дня. Нам надо привезти груз до 7 часов 40. То есть, нужно будет поспешить, чем мы сейчас и займемся. Мы начнем наверстывать упущенное время. Я не знаю. В предыдущей части здесь было ограничение. А, я ощущаю чувствительность руля хотел бы. Дело в том, что настройка принимает очень много времени в симуляторах. Так, настройка нет. Настройка вот здесь. Чувствительность руля. Давайте сделаем еще поменьше. Вот так вот где-то. Сейчас посмотрим, как это отобразится в игре. Вроде пока нормально. Я не помню там резкость чувствительности. Дело в том, что... Так, скорая 64. Нормальная. В принципе, можно еще подгазовать. Это 10-я скорая. Сколько их всего сейчас посмотрим? Всего 12. Ох, как руль вводит-то. Вот, кстати, места для того, чтобы можно поспать. Какой-то звук странный, интересный. Патч новый. Я таких звуков еще не слышал. Ну, здесь я еще поактивировал всякие штучки. Раньше их не видел, по-моему. Дадим газку нормально. Руль вот совсем чуть-чуть дергаю, а отзывается очень сильно. Попробуем увеличить, посмотреть, что это нам даст. Увеличим чувствительность, вот, аж дать сюда. Сейчас, надеюсь, мы не вылетим с трассы, иначе мы повредим груз. Ну, по-моему, так лучше. Так, тут заправка была, мы ее пропустили. Но у нас пока есть бензин, я думаю, нам хватит. Может, это какие-то странные звуки, но ладно. Я думаю, все нормально. Да, по-моему, мы добавили чувствительность, и нам это помогло. Хотя, не знаю, надо бы остановиться, посмотреть. Скорость почти 90. Все, будет поворот. Газ, наверное, отбросим. Где-то еще можно было посмотреть состояние грузовика. Так, нам направо. Странный звук, как будто мы колесо пробили. Ну, ладно, мы едем. Грузовик едет, мы едем, расслабимся, откинемся на заднее сиденье. На заднее, на спинку сиденья. И едем. Тем временем, 3 часа дня, 47 минут, скорость. Всем полдень, 4 будет. Конец полдня, я даже сказал. Даю по педали газа, 10-ая скорость. Сейчас наберем где-то 90. Посмотрим, сколько вообще может. Я помню, там ограничение было до 100 с чем-то, помню. Для 90. Да, выше 90 не ставится. Нужно ставить мат в отключение. Чтобы мы могли гонять быстрее. 90 километров в час сильно тут не поездишь. Надо где-то посмотреть, где-то у меня было это отключение. Ноу-лимит. Мы уже довезем груз. А там уже будем ставить моды. Так, ставим круиз-контроль. Вон, заправочная, кстати. Где-то час 26 нам показывает. Осталось ехать. С такой скоростью. У меня дома бензина хватит. Не будем заправляться. На 12-ой скорости. Экономим, в принципе. Заправка, по-моему, с другой стороны была. Интересный звук. Безопасная зона. От машин нужно держаться определенного расстояния. Они могут резко затормозить. Вдруг какая-то авария там случилась. Еще чего. Переезжаем на эту полосу. Так, ну что, попробуем добавить через круиз-контроль. Ага-газку по максимуму. Ехать осталось где-то один час. По игровому времени. Так, вот они же включают свет. Становится облачно. Эффекты погоды я добавил по максимуму. И дождь может пойти в любую минуту. Это отдельная тема. Это выше 90 не ей. Это не вариант, конечно. Так. Почти. Не пойму, время назад, что ли, идет. Показать осталось 40 километров. Ой, нарушение скоростного режима, блин. Ай-яй-яй. Уже все, уже можно газовать. Влетели на 500 евро. У нас осталось 1800. Вот вам и штраф первый. Ну ладно, мы это отработаем. С ума закончится день, и вы проиграли. Такие тут суровые условия. Опять мы едем в экономном режиме. Перейдем на правую полосу. Я тут как-то увереннее ездит. Запасная полоса справа. Можно на нее, если что, переехать. Так, сейчас будет где-то поворот. Так, я вижу ограничения. Выбрасываем скорость. 110. Никаких ограничений. Ничего страшного. Девятую. Здесь моментами тормозит Краков. Показываем правый поворот. Бросим на две скорости, дадим газку. Чуть притормозим. Так, сильнее, сильнее, сильнее. Опа-па, я заглох. Он нас пропускает. Пропускает, ребята. Смотрим справа. Люди никого, выворачиваем. Над эту ближнюю полосу. Газку. Автобус проехал. Так, и вот мы почти доезжаем. Сейчас доедем. Попробуем вставить мод. Наверное, она будет перезапустить игру. Сейчас мы проверим. Яркости может, думаю, добавить. Мне кажется, темноватая игра. Все, все, походу. Это первый стрим по этой игре, поэтому может еще быть много-много настроек. Ну, так я где-то пойду. Масштаб, кстати, можно сделать 125%. У нас был такой масштаб. Это с полосками масштаб. Вот такой вот масштаб с 25%. Вроде как бы обзор больше дороги стал. Не знаю. По-моему, так даже лучше поворачиваем. Вот это я чуть не проехал поворота. Вот так вот я лихо завернул. Все будем вставить. Мы справились, довезли, нормально все. Ворочим, ворочим, ворочим. Ай-яй-яй-яй, провтыкали. Сильно-сильно вывернули. Сейчас поставим. Дело это нелегкое, тем более, тут такой угол был. Так, выворачиваем. Выровнять машину. Ну, так вот чуть-чуть ставим. Ставим, ставим, ставим. Так, выворачиваем. Раньше она была вывернут. Так. Так. Вот так вот, четенько, смотрите. Еще чуть-чуть. Почти идеально. И мы зарабатываем. Хорошая работа. Чуть-чуть совсем повредили груз. И вот у нас уже второй уровень. И мы можем открыть. Что мы можем здесь открыть? Опасные грузы. Дальние дистанции. Соответственно, я за дальние дистанции. Вот. Каждый пройденный уровень дает нам очко. До 350 километров мы теперь можем ездить. Применяем. Так, что ж, я посмотрю моду сейчас. Будет сделать это быстренько. Так, загрузки. Программ, наверное. Так, тут я не вижу. Горомет. Это не то. Загрузки Windows. Темы. Загрузок. Так, где же это барахло может быть? Я, что там еще даже сохранение находил. Где-то там, наверное. Так, веримся. О, флимит. Вот, раз что ли. Так. Сохранение я нашел. Так, столько пустых папок у меня тут. Так, это сохранение. Куда же я моду скидал скриншоты? Нет, статс. Нет. Нет. В моих документах маленькая заминочка настроечная. Так, не, мои документы. Здесь есть папка Eurotruck Simulator 2. И вот они моды. И в них папка пустая. А, блин. Придется в интернет заходить. Так, флимит. Поиск. Я, наверное, перезапишу часть. Сейчас я отключусь пока, а то, наверное, вернусь.